святитель николай сербский о бесах и дьяволе кто такие бесы это бывшие ангелы которые отпали от бога и стали врагами бога и людей бесы постоянно внушают людям греховные желания и толкают к злым делам которые противоречат закону божьему прежде всего к ненависти лжи насилию страшнее всего для бесов имя господа нашего иисуса христа власть божия над бесами распространяется не только на изгнание их из людей но и на попущение этим невидимым псам нападать на людей поэтому даже бесы священном писании названы божьими мы читаем ветхом завете злой дух от бога напал на саула он от бога не потому что он сродни богу или от него исходит нет конечно но потому что связан божьей властью прочти первую главу книги иова и ты увидишь что без не может напасть на человека если бог не попустит изгнание бесов из одержимых чудо из чудес и до христа никому из людей его не удавалось совершить и сегодня изгонять бесов можно только именем христа среди нас немало живых свидетелей которые видели как одержимых людей исцеляли православных монастырях молитвой и постом случае в стране гадаринской евангелие от матфея множество раз повторялся в истории христовой церкви повторяется поныне если бы дьявола не существовало то все зло надлежало бы отнести насчет бога и зло и грех об этом и подумать страшно братья мои ибо в таком случае бог одновременно был бы истиной ложью светом и тьмой да наш святой трижды святой бог был бы и бог и дьявол как у язычников а это абсурд какая польза была бы от библии и какая польза от евангелия от слов христа о бесах и его власти над злобными духами тьмы что нам делать с новым заветом и с великим опытом святители от древности и до ныне станем ли для защиты от бесов выдергивать из требника листы с молитвами об изгнании бесов и задержимых и другие тогда мы должны просто порвать требник вместе с большей частью нового завета слышали как при крещении священник спрашивает крещаемого отрекаешься ли от сатаны и всех дел его и всех ангелов его этот вопрос повторяется трижды и трижды повторяется ответ отрекаюсь в крещении мы отрекаемся от дьявола и соединяемся со христом на одно дело отречься от дьявола другое не признавать его в первом случае мы получаем входной билет в царство небесное в другом рвем его дьяволу нечем было бы заняться если бы люди не обеспечивали его работой бога ненавистник он не имеет сил мстить богу за то что низвергнут с небес в ад враг ангелов небесных он не смеет преследовать их ибо ангелы блистают и светятся невыносимым для него светом остались только мы люди которые господь сотворил с особой любовью и берег как самых младших и слабых из разумных творений именно за эту огромную любовь бога человеку дьявол возненавидел человека чтобы хоть как-то отомстить богу он ловит людей не ради их спасения как апостолы христовы а чтобы погубить веками он вливает в душу и плод человека свое лживое и ядовитое учение чтобы все мысли его сердца были направлены на зло были противоположны небесной логики все предположения ложные все выводы погибельны но когда исполнилось время явился человеколюбец бог слова чтобы обличить дела дьявола не для того чтобы исправить но чтобы сотворить новое не для того чтобы залатать ветхие одежды но чтобы облачить человека в новые одеяния отрицая существование бесов отрицаешь многие евангельские истины отрицаешь что дьявол искушал христа что христос изгонял бесов из людей и что он разрушил власть бесов над людьми потому что любимый ученик господа святой иоанн утверждает что христос пришел на землю чтобы низвергнуть бесовскую власть говоря что для того пришел сын божий чтобы обличить дела сатаны великий поэт шекспир писал есть многое на свете что и не снилось нашим мудрецам ты отрицаешь существование бесов не по своей а по их воле были ты на войне знаешь ли ты как военном деле важно искусство устраивать засады и скрываться для того чтобы неприятель полагал будто армии противника не существует для любого полководца радость узнать что врага его армии не подозревает некогда бесы открыто являлись людям и уловляли их свои сети ныне они изменили свою тактику и прибегают к лукавству главное для них удовольствие когда люди отрицают нечистую силу и думают что бесов не существует но я боюсь что никто не стоит к ним так близко как тот кто утверждает что их нет в этом мире мы на поле битвы в борьбе с противником тайным и явным тяжко нам придется если мы отрицаем тайного врага